Доброе утро. Я как обычно бегу на маршрутку. У нас утро солнечное. Угадайте почему? Потому что у нас мороз. У нас минус пять. Сегодня было утром. Такое прохладное утро. И через два дня обещают снежок. Небольшой. То ли снег с дождем, то ли дождь со снегом. Но обещают заносы до полуметра. Но мы, конечно, в это слабо верим, потому что обещают по всей территории Украины. А мы обычно, нас это обходит стороной. Но то, что будет слякать, это точно. В общем, я бегу. Пол восьмого утра. На работе сегодня ничего не удалось поснимать, потому что был день закрытия. И все, в общем, пошло шкэреберть. Но еще самое, что не очень, это пришлось сейчас уезжать с работы раньше времени. Потому что отключили свет. В городе были прилеты. И отключили свет. И мы вот это на час раньше едем домой с работы. Всем привет! Вот так вот должно было начаться вчера мое видео. И продолжение должно было быть совсем другое. Но продолжения не было. Было всего лишь кусочек утра заснято. И уже нужно было заснять окончание моего дня. Потому что я прекрасно понимала, что я приеду домой. И у нас не будет света. Вчера были прилеты по городу. И какие-то объекты инфраструктуры попали. Не только у нас в Харькове. Вообще большая часть Украины была без света. И мы в скором порядке собрались и поехали домой. Приехав домой. Ну в общем так, если взять, то света у нас не было с 4 вечера до 9 часов вечера. Это у нас лично. Вот девочки, которые у меня с работы сегодня пришли. Встретились на работе с сотрудницами. И вот они говорят, что у них до сих пор до 4 часов вечера, получается, мы в домовых чатах они смотрели. В общем, электричества нет. В общем, кому как повезло. Кому как отремонтировали. Нашу ветку, нашу сторону отремонтировали за 5 часов. В общем, прошел ремонт. У нас есть электричество. Чтобы мне добраться домой, мне нужно было ехать, ну можно ехать маршруткой, можно ехать электричкой. Вот в электричке не ходили долго электрички. Все было обеструмлено, ну то есть без света, без электричества. Все было и в метро не ходило. И электрички тоже как тягали вот эти чмезы, которые на дровах, что ли, как их сказать. Вот такие вот, в которых не задействовано электричество. Вот так вот. Вот такие вот у нас дела. Сегодня тоже с утра не снимала, потому что неизвестно было. Ну и как-то и настроение. Ну а вечером пришла домой. Ну и на работе, в принципе, так нечего было снимать в процессе работы. И вечером, придя домой уже, вот я сегодня вообще решила испечь шарлотку. Хочется мне шарлотку. У меня такие вот есть те яблочки. Они вот, наши домашние яблочки, вкусные все. Но они вот с какими-то такими, как вавочками, видите. Оно как подогнивает. Но когда очистят кожуры, получаются очень вкусные яблоки. Поэтому сегодня хочу приготовить шарлотку. И чуть-чуть поговорить, показать, показаться в эфире. Вот так вот. Так, у меня девочки и на работе спрашивали, и вы у меня спрашивали про коробочку из-под ватных дисков. Сейчас принесу, покажу. Так, в общем, смотрите. Сейчас вот. В общем, смотрите. Коробочка удобная. Вот так это выглядит визуально. Красиво стоит на полочке. Во всяком случае, лучше, чем когда это висит просто этот пакетик от дисков. Все красиво. Диски складываются и стоят аккуратненько. Крышечка закрывается. Здесь не мнется, не прогинается. Здесь дырочка для того, чтобы вытаскивать диски. Вытянул диск, использовал. Дальше. Вытянул диск, использовал. Удобно, когда полностью не заполнена эта коробочка дисками. То есть, есть вот пространство, где взять вот здесь наверху. Когда мы вот заполнили ее полностью, ну, те диски, которые были во всей упаковке, то все удобно стоит, все комфортно, красиво также остается на полочке. Ну, если вытянуть вот где-то с середины, то очень неудобно браться, очень неудобно вытягивать. И нужно, в общем, вверху здесь нужно оставлять место, такое пустоту, как бы, чтобы от крышечки до верха дисков. Нужно оставлять вот такое место, чтобы было удобно вот брать. Тогда они очень удобно берутся и можно складывать обратно. Когда вот полностью вот так вот прижаты диски туго, то брать неудобно. Ну, а так, в общем, какой функционал этой коробочки, чтобы выглядело все очень красиво, эстетично, чтобы стояло на полочке. Мне это больше нравится, когда так стоит в таком виде, чем когда висит пакет, ты не знаешь, что с этим пакетом делать. Телепается он то там на крючочке, то где-то на полочке, то где-то в ящичке. Так все очень красивенько и удобненько стоит. В общем, но так как мы уже все заполнили и выбросили этот пакет, нам приходится вот на будущее мы будем знать, что нужно покупать, во-первых, маленькую коробочку, этот пакетик с дисками и наполнять ее вот, чтобы сверху можно было взять эти диски. Все очень удобно, очень практично. Ну, и, конечно, когда я вот так вот туда-сюда, то нужно красиво сложить диски. В общем, вот такая вот коробочка. Вы уж извините меня, я хотела вам сказать, если у меня вдруг будет проскакивать, ну, а это будет, конечно же, слово девочки, мальчики, то вы уж извините. Я как бы ко всем отношусь уважительно, просто как-то уж не очень это будет, если там называть. Я вообще вот не люблю обращение к женщинам, когда вот, ну, когда это стоит бабушка там вот в возрасте там лет под 70, то я ее, конечно же, называю женщиной. Я ее не называю бабушка, присаживайтесь, мне это как бы чуть-чуть, я уже начала чистить яблоки, мне это чуть-чуть вот, ну, мне кажется, каждой женщине в любом возрасте хочется выглядеть молодо, чтобы к ней обращались как к молодой. И когда называют бабушку там женщиной, то это ей намного приятней, чем когда ее будут называть бабушкой. И ко всем женщинам, ну, которые там уже соответствуют возрасту, то, конечно, обращаюсь к женщине, а вот к более помоложе, лет 40, всех называю девушками. Потому что, ну, знаете, недавно стояли, когда вот ходили на рентген к стоматологу, мы не ходили, а вот рентген делали зубов с Владой. И вот стояла с нами дама, так назову ее, в очереди, она приблизительно моего возраста была. И вот у нее позвонил телефон и спрашивают, какая ты в очереди. Она говорит, ну, девочка вот в очереди, потом женщина, то есть я. И она говорит за себя, и я. И, знаете, мне как-то так, ну, у меня просто может такой, как или пункт, что я всех называю женщинами. У меня, как бы, если женщина, то это совсем постарше. И вот она, говорит, и женщина, я так смотрю, светится, просвечивается так, видно отражение в двери. Вот так, в зеркале, в стекле. Так посмотрела, думаю, ну, не, выгляжу я, наверное, на женщину. Ну, она не хотела меня обидеть, я не восприняла это как обиду. Ну, в общем, себе записала, что таких, как она, ну, таких, как я, не буду называть женщин. Ну, я, в принципе, не называю, я аж уже объяснила, называю всех девушками. Что-то вот так у меня складывается. И вот к чему я. Если я уж вас, извините, буду называть девочки, а вы старше меня, ни в коем случае не хочу вас обидеть. Просто, ну, просто, мне кажется, так приятнее будет, когда вас называют девочками, а не женщинами, бабушками. Ну, это как бы уже идёт параллель возраста. А так все девочки, все, даже вот бабушки на лавочках сидят там под 90, и они, ой, девчонки, пойдёмте там туда-сюда. Даже они называют друг друга девчонками. Почему бы нам, именно с их возрастом, которые, если сравнить, то получаются девчонки, и мы называем друг друга женщинами. И, конечно, как по мужчина-женщина, по полу, по половому признаку, вот так, то, конечно, женщина и мужчина. А когда это... Ну, а мужчину вот приятнее, конечно, когда их называют мужчинами. Ну, в моём, наверное, восприятии это так, потому что мужчина звучит гордо. Это мужчина, он там отвечает за свои слова, он там то-то, то-то. А вот даже стареньким бабушкам хочется быть девочками. Так, почистила яблочки. Будет, я уже не помню, говорила или нет, у меня будет шарлотка. Захотелось чего-то к чаю. Бутерброды, вроде как, ну, бутерброды захотят, сделают себе бутерброды. А я испеку им. Уже, конечно, вечер, нам вряд ли кто-то захочет пить сегодня чай. Хотя, всё может быть. Если будет хорошо пахнуть, сладко, вкусно, ванилькой, то прибегут и сегодня чай заварят. Ну, у меня сейчас на часах полвосьмого. Отдохнула, пришла с работы, отдохнула. Вроде как пришла без сил, мне хочется и прилечь, и присесть. Я не знаю, что мне хочется. А потом так отдохнула. Уже и присела, и прилегла. И так отошла, чуть-чуть мысленно, и захотелось. В общем, вот так вот у меня. Это у меня на салфеточке очистки. Немного яблок будет. Не знаю, какую мне форму. Или форму такую, как чудо, сделать. Или форму такую, как 24, просто разъёмную форму. У меня она большая. Мне кажется, он у меня получается низенький, потому что она у меня большая. Вот бисквит, шарлотка, она будет ещё и с яблоками. Яблоки чуть будут приостанавливать подъём бисквита. Прям не знаю. Как так сделать? Хочется, чтобы и высокий был. И мне кажется, столько яблок хватит. Будет немного у меня яблочек. Что мне понадобится? Ну, как в обычный бисквит. Обычный бисквит. Четыре яйца. Когда я делаю бисквит, я видела там вот рецепт. Девочки делают яйца, желтки отдельно, белки отдельно. Мы, когда делаем, вот взбиваем всё вместе. Белки, желтки. И четыре яйца. Это у нас сейчас дефицитный продукт. Честно говоря, я уже не знаю, какой сейчас, какая цена на эти яйца. Цены просто зашкаливают. Около 60, наверное. Точно не знаю. Давно не покупала. Четыре яйца и стакан сахара. Всё это взбить миксером. Просеиваю муку. И перемешиваю всё аккуратненько, чтобы пенка наша не осела бисквитная. Перемешиваю венчиком. Яблоки чуть-чуть присыплю корицей. Нас корицу любят. Можно даже не чуть-чуть. Скажут, почему так мало это сделала. На вид как сухарики получились. Не яблоки, а сухарики. И бисквит, когда вот печёшь бисквит, и чуть-чуть сверху можно присыпать корицей, просто без яблок, просто обычный бисквит, то запах выпечки получается очень вкусный с корицей. Ну, это, конечно, для тех, кто её любит. Форму засветила пергаментом. Чуть-чуть смазала мангарином. На низ кладу небольшое количество высыпаю моего бисквита. Густенький получился. Разровнять надо. Теперь высыпаю яблоки. С корицей И отправляю остаток теста бисквитного. Вот. Смотрите, какая красота получилась. Аромат стоит на всю. Чуть-чуть вот здесь вот такие, как порванный вот бисквитик, верхушка. Начала у меня, боялась я, что чуть-чуть подгорит. Взяла вот так вот кусочек пергаментной бумаги, покомкала, вот так подавила, намочила водой и прикрывала, вот, ну, устилала вот мокрый. Когда оно мокрое, я вот так вот его закрывала. Ой, одной рукой не очень удобно. Ну, оно ровненькое, всё так раскрывалось. Я его накрывала, чтобы не пригорала верхушка бисквита. И вот вовремя не уследил, хоп, и вот уже чуть-чуть отлепилось. Ну, это не смертельно. Так, сейчас вот только-только достала, он ещё горячий. Сейчас переставлю его на тарелочку, ну, пусть остывает. Хоть смазывай, хоть не смазывай, всё равно получается, что пристаёт. Ну, это у нас такая пергаментная бумага. Вот очень много фирм, которые у нас на рынке продаются, пробуем, но не можем найти вот такую, которая не будет приставать. Бывает такая пергаментная, что её не нужно даже смазывать. Вот она вот, всё хорошо и не пристаёт. В общем, вот такой вот мягенький бисквитик получился. Я называю её бисквитиком, потому что это рецепт бисквита, но на самом деле как бисквит с яблоками или шарлотка. В общем, вот такая вот вкуснятина получилась. На этом буду заканчивать своё видео. Всем желаю мира, добра, всем пока!